Слава нашему Господу! У меня такая тема есть, которая, может быть, покажется, может, не духовной в какой-то мере. Я думаю, нам будет полезно услышать слово Писания и как бы то, как Бог видит этот вопрос. Я хотел бы поговорить на такую тему «Поиск красоты или влияние мира?» Вопросительный знак. То есть знак вопроса. Когда мы хотим украсить себя, преобразить наш дом, наше имущество, в этом, какие нас преследуют как бы мотивы. И в какой-то мере в Церковь Божию вошло такое понимание. Я сейчас не утверждаю, насколько это правильно или неправильно. Мы поговорим, и каждый для себя сделает вывод. Я за вас вывод не смогу сделать. Сложилось такое впечатление, что вот это желание себя украсить, как-то отличиться, улучшить свой вид, это больше связано с влиянием этого мира. Естественно, когда речь идет о каких-то, не знаю, чрезмерных одеваниях или какие-то украшения, то это как-то связано больше с влиянием мира, чем с чем-то духовным. Ну, я хотел бы обратить наше внимание на то, как Бог в этом мире все создал красиво. Вот висел венок здесь, красиво было, да? Упал зачем-то, ну, плохо закрепили, да? Уже не так красиво, как-то несимметрично. У меня есть такая болезнь, когда вот ты что-то видишь, что несимметрично. Тебе хоть, я вот хочу подойти, вот здесь немножечко бантик этот поправить. Ну, так, такой тараканчик бегает. Вот такое, ну, есть. Кто-то не заметит, а кому-то вот надо, вот картина не так висит, да? Даже есть такая болезнь. Человек не может ни спать, ни это, пока он не сделает, не поправит. Тима, пожалуйста, высвяти нам фотографии. Тима попросил, чтобы он нам просто напомнил, как красиво и величественно Бог создал этот мир. Вы знаете, ведь Он прежде всего сделал это для нас. Это временное явление. Мы смотрим, мы восхищаемся, мы выезжаем на природу. И если вы так заметите, тут даже появятся такие фотографии, которые кажутся, ну, не очень красиво, да? Ну, какая же здесь красота в этом, да? Вроде бы не совсем красиво. Но это Богом заложено, Бог так сделал. Более того, Бог вложил в человека желание создавать что-то красивое. И вы сейчас увидите, какие великие творения человек делает своими руками. И когда мы читаем, когда Бог сказал сделать скинью, там об одном человеке написано, я помазал именно вот этого человека, чтобы он там сделал что-то из золота, какие-то узоры. Кажется, ну, зачем, к чему? Бог помазал, Бог дал способность. И это только частичка, то, чего мы видим, как это все изумительно, умопомрачительно, как сделали эти пирамиды. Люди до сих пор не могут понять. Задается вопрос, а в чем же этот мир, его влияние? Ну, чтобы нам понимать. Потому что здесь даже, по идее, если мы люди верующие, мы любим Господа, мы уже определились, да? Мы вышли из этого мира. Вот охота порассуждать, в чем же является вот этот мир, да? И вот здесь в 15 стишке 2 главы 1 послания Иоанна написано так. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий». И дальше он перечисляет. «Ибо все, что в мире, похоть отчей, похоть плоти и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое, что здесь замечено, да, это похоть плоти. Вот что же плоть хочет? И вот Галатам, 5 глава, здесь с 19 по 25 стих записаны такие слова. «Дела плоти известны, все об этом знают. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотредство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Подобное. Может, что-то и не записано, да, там говорят, что в Библии не написано, что курить нельзя, там, да. Но это подобные вещи, которые человек придумал и делает, и которые являются, Павел их здесь в такую категорию вводит, что это все дела плоти, что желает плоть. И вот важно нам, братья и сестры, когда мы принимаем какие-то решения, или это говорится в отношении украшений, да, или еще чего-то, чтобы мы понимали, а то, что я хочу, это желание плоти, или же это оно поможет, или это происходит от нашего духа. Есть ли Божье, как бы, расположение к тому, что мы делаем, да, ведь Он же избрал нас, чтобы мы уже для Него жили, да. И дальше здесь Он говорит, «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Если в твоей жизни есть что-то подобное, что ты практикуешь, что преобладает, ты не можешь войти в Царство Небесное». И в 22 стихе здесь написано так, «Плод же Духа». Вот заметьте, что там написано «Дела плоти», а вот про Дух написано «Плод». Потому что дела делают, а плод, он растет, понимаете? Это производит Божий Дух в нас. В русском переводе написано «Дух» с маленькой буквы, если вы обратите внимание. А следующий стих, оно 22 всегда. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие». В английском написано с большой буквы «Дух», да? И я думаю, что, в принципе, и так, и так оно правильно. Я хотел бы напомнить, что вот эти вот большие и маленькие буквы – это уже люди потом добавили. И нам нужно тоже понимать это и учитывать. Но даже если это, скажем, Дух Божий, как в английском переводе, то, естественно, это Дух Божий производит. Но где этот Дух производит эти плоды? Дух Божий где производит? В нашем Духе. Поэтому в русском переводе это написано с маленькой буквы. Но действие одно и то же. И вот здесь написаны плоды Духа. «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». На таковых нет закона. Но те, которые Христовы распили плоть со страстями и похотями. Вот эта похоть плоти, которая в каждом из нас передана от Адама. Апостол Павел говорит, что она должна быть распята. Она должна быть предана смерти. И поэтому апостол Павел говорит, что мы каждый день, я каждый день умираю. Почему? Да потому что эта плоть, она живучая. И когда ты просыпаешься, ты все еще в этом теле, которая связана с греховной натурой, которая перешла к нам от Адама. Поэтому этот процесс, он не перестает, братья и сестры. И вот второе написано, похоть очей. Для этого я хотел бы... Ну, мы понимаем, похоть очей. Это никогда не насмотришься ни в фильмы, ни наиграешься в игры, ни смотришь на этот мир, ни наездишься. Этого всего никогда не будет хватать. Но вот у Иоанна, у Луки, послание Луки, 11 глава, в 34 стишке здесь написаны такие слова. Смотрите. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Здесь говорится именно об оке, как о мировоззрении. Как мы видим этот мир. Наши ценности. То, чего мы ценим. То, чего мы хотим. Чем мы хвастаемся. И вот если твое око будет чисто, и если оно не будет извращено этим миром, if it's not corrupted by the world, да, вот это влияние этого мира, то тогда ты будешь чистый. Тогда Бог будет тебя принимать. И третье написано, гордость житейская. Это мы говорим о том, что же представляет этот мир. Вот здесь уже немножечко как-то посложнее. Что же такое гордость житейская? И я скажу, что со стороны очень сложно определить. Бывает, человек ходит, он голову поднял, и кажется, что он гордый. Но это может быть просто осанка. Ну так. Может быть, там и есть гордость. Он мышцы накачал, и он ходит. Ну а есть, ну просто так вот. Ну так, я не знаю почему, но так он ходит. Но это же не определяет его внутренность. Может быть, а может быть, ты ошибешься. То есть, по наружности ты не определишь. И вот что мы делаем, чтобы иметь эту гордость житейскую? В английском переводе, в одном из английских переводов, написано, что pride of your possessions. Вот то, что мы имеем, оно может нам давать как бы право на гордость. И здесь нужно быть очень внимательным, потому что вот это влияние мира, оно настолько завуалировано бывает, что мы сами того, не понимая, можем подходить под влияние этого мира. Я хотел бы задать несколько вопросов. Братья и сестры, я очень прошу вас. Поймите меня правильно. У меня нету осуждения. Я не навязываю свою волю. И даже если я что-то говорю, я не говорю это с целью даже, чтобы вы поменяли свое мнение. Это ваше право. Это то, что вам нужно будет самим делать. Поэтому не торопитесь возмущаться в духе своем. Не торопитесь критиковать то, что я говорю, отвергать это. Прислушайтесь внимательно. Более того, возьмите еще раз прослушать, если вас что-то насторожило. У нас есть YouTube. Ко мне были такие претензии, которые не обоснованы. Ну, послушай, я-то в принципе как? Я могу, я не сильно об этом переживаю, потому что для меня главная цель – почтить Бога. И вот то, что я делаю здесь, вот стараюсь, я делаю это в ущерб себе. Может быть, те вопросы, которые затрагиваю. Ну, зачем оно мне? Я люблю Господа. Я переживаю о том, чтобы мне быть верным в своем деле. И как я понимаю, правильно, неправильно, Бог даст этому оценку. Я не смогу, и вы даже не сможете этого определить. Но не торопитесь с выводом, потому что подчас мы закрываем возможность, мы не даем Богу возможность влиять на нас, потому что нам не понравилось что-то там, не так, как мы хотели. Ну, даже если кто-то ставит под сомнение мои убеждения, да, любое убеждение, для меня это возможность показать, на чем я стою. It gives me opportunity to articulate what I believe in. Вы понимаете? А если я сам не могу объяснить, во что я верю, и почему же я это верю, и на чем я имею основания, ну, тогда это я построил на песке. Оно разрушится. И вот то, что происходило в Церкви Божией, и будет происходить через года, через поколения, если Бог продлит жизнь. Мы смотрим и удивляемся. Господи, ну, а почему же прежние поколения считали, что вот это вот неправильно? А сейчас мир вошел в Церковь. Вот тогда это было нельзя, а теперь мир. Но я бы не торопился с таким выводом. А может быть, это то, что было, оно было человеческое. Как и может быть то, что некоторое, что мы делаем, что мы допускаем. Оно может быть просто человеческое. Это не основанное на учении Иисуса Христа. И есть такие моменты. И они были всегда, и это будет, это человеческий фактор, и он будет продолжать влиять. Поэтому будьте благосклонны, когда вы слышите что-то, что вам не нравится. Проверьте. Если, проверивши себя, свое основание, вы не согласитесь, пусть Бог благословит вас. Это нормально. И вот здесь о гордости житейской я так нейтрально, не касаясь как бы имен или случаев каких-то, хотел бы вот что сказать. Когда вы хотите построить дом, скажем, или купить дом, что вами и движет? Удивить человека? Отгрохать такой замок, да? Это мир. Это мир так делает. Так что, тогда верующим нельзя иметь большие дома? Так получается? Ну, как это же гордость житейская. Ты будешь гордиться, что у тебя такой дом. Но я видел и знаю таких людей, которые отгрохали дома. Но этот дом служит на благо Богу, на его царство. Он это отдал обратно Богу. У него была возможность. Но если у тебя нет возможности, зачем тебе это нужно? К чему это? Бог ограничил тебя, да, в твоем социальном положении. Не рабщи. Это нормально. Это хорошо. Будь доволен. Бог тебе дал такое определение. Пусть Бог благословит. Я к тому, чтобы мы понимали и мы смотрели на суть, что движет мною. Когда ты покупаешь машину эту, навороченную, крутую, и ты уже рядом со мной, не паркуйтесь, вдруг поцарапаете. Я реально слышал такие свидетельства на Украине. Начали, ну, сейчас, конечно, там война, у людей уже, люди о другом переживают. Ну, не все, может быть. Ну, не паркуйся на свои копейки. Нечаянно поцарапаешь, а у меня машина, у тебя тут, купи, продай Хондай, купи машину, да. Ну, это гордость житейская. В этом нет духовного ничего, братья и сестры. Или в доме мы там купим какую-нибудь мебель, диван, красиво, глаз радуется. Не садитесь на этот диван. Это у меня, чтобы, ну, не замараете, или еще что-то. Ну, к чему это? Ну, порассуждаем, братья и сестры, каждый в свою жизнь. Чем мы заполняем свою жизнь, и что нами движет? И если там есть гордость житейская, это мир. В этом нет любви Божией. Как бы мы это не оправдывали, что бы мы не говорили, братья и сестры, пусть Бог поможет нам. И вот, я прочитаю два места Писания, и мы теперь поговорим на неприятные такие вещи, но, может быть, кто-то думает, что у меня с этим проблемы, и я хочу вас заверить, у меня с этим проблем нет. О том, как мы себя украшаем, я вам скажу мой взгляд. я реально старовер, мне не нравятся сережки, мне не нравятся цепочки, мне не нравится, когда... Мне лично. Я считаю, что должна быть естественная красота, да? Ну, мне так, мое такое понимание. Но если человек имеет другое мнение, ну, это его как бы мнение, и как бы я тут себя не буду навязывать, но вот все-таки, я так понимаю, что нужно осветить эти вопросы в свете Божьем. И вот первое послание Тимофею, вторая глава, 9-10 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием. Вот я хотел бы заметить на вот эти вещи. Приличное одеяние, когда не подчеркивается то, что возбуждает похоти, когда на это не... Мы знаем, как это в мире происходит. В церкви этому нету места, нету оправдания. Оденешь ты там штаны или халат, или еще что-то, если ты подчеркиваешь эти моменты, это мир. Здесь написано со стыдливостью. Вот это, сестры, это ваша стихия. Это то, над что вас избрал Бог. В приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, целостность вашего ума. То, что вы имеете, принадлежит только вашему мужу. Или будущему мужу, да? Если вы еще не жена. Только ему. Это не на то, чтобы на показ, да? Украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду. И 1 Петра, 3 глава, подобное местописание. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, или нарядность в одежде. И вот я смотрю на вас, а волосы-то вы плетете, только каждый по-разному. Так что здесь имеет в виду апостол Павел? Мы обращаем внимание на золотые уборы, да, потому что это сразу как бы бросается в глаза. Но оплетение волос. Так что апостол Павел, и Петр, и Павел, они хотели, чтобы мы ходили неопрятные? Или же есть такое тоже понимание, что как бы должно быть все естественно. Ну, ты как волосы свои в порядке переводишь? Естественным образом, да? Ну, я приведу свои волосы в порядок естественным образом, да. Но, сестры, вы сюда не придете, если не возьмете расчесочку, да? Если, может быть, плойку там не возьмете, или еще что-то как-то. Так это что, влияние мира? Дай Бог вам мудрости, чтобы мы понимали, что здесь говорит апостол Павел. Какое вы делаете ударение, когда вы приводите себя в порядок, что вы хотите достигнуть этим? Это и является решающим фактором, сестры и некоторые братья. Я смотрю на некоторых детишек, и говорю, это папа, наверное, прическу сделал. Потому что папа любит, мы все разные любим, понимаете? Кому какая прическа идет? И вот посмотрите на наших подростков. У меня парочка есть. И вот их прически, они еще не разобрались, то какая-то лапша, то потом какой-то айс-крим-кон, то какая-то жареная картошка, то еще что-то там. И человек не может как-то определиться, как же ему сделать красоту. Good luck, boys. Это сложный вопрос. Пусть Бог поможет вам, чтобы вы все-таки определились, а как это все делать. Тима, покажи несколько фотографий. Вот просто посмотрите, как Бог сделал человека. Вот разные есть люди. Вы посмотрите на каждый, на рядом сидящего. И вот разные есть люди. Есть, мы считаем, красивые. Красивые люди. Вот, красавчик, да. Смотрите. Ой, опять красавчик. Ну, не всем же таким красивым быть, да. Есть разные люди. И вот почему у тебя именно такой нос? Может быть, он тебе не нравится. Я знаю, там был один такой певец, Майкл Джексон. Не нравился ему то, что он более на черного похож был. И он сделал этот нос меньше. Но он ничем не улучшил свой вид. Почему у человека появляются вот такие желания? Я скажу, это связано с ропотом. Хоть частично, но связано. Когда тебе не нравится, какие у тебя губы там, какое у тебя там, или там клички дают, там flat face, там, большие ухи, лопоухи, или еще что-то. Разные клички дают. Почему? Высмеивают какие-то вот, ну, черты лица. И человек потом себя чувствует, появляется у человека комплекс неполноценностей. И как бы он там потом себя не красил, особенно если еще подростки, только жизнь начинается, а тут какие-то пюборти начинаются, прыщи какие-то вылазят, или еще что-то. И ребенок мучается и пытается что-то как-то сделать, чтобы выглядеть лучше. Дорогие мамы и папы, помогите вашим детям, объясните им, чтобы они любили себя такими, какими они есть. Потому что Бог создал тебя таким. Ну, если бы вы все были, ну, такие вот черты лица имели. Ну, я понимаю, что это красиво, да? Но я бы вас не узнавал, а вот тебя именно такие черты лица, чтобы тебя узнавали. Это именно то, что Бог тебе дал. Да, это временно, это для этой земли. Но Бог смотрит на то, как ты к этому относишься. Поэтому, если это связано с каким-то ропотом, это мир. Этот мир играет на этом. Мир говорит, что ты, ноу, ты недостаточно худой. Ноу, тебе нужно сесть на диету. У тебя недостаточно там мышц. У тебя кривые волосы кудрявые. Тебе надо выровнять. Тебя кудрявые. Надо закрутить. И вот все наоборот. Ты короткий. Ты высокий. И мир постоянно вносит вот такое влияние, чтобы ты был недоволен тем, что у тебя имеешь. Тебя Бог таким сделал. Не порть свою внешность. Embrace it. Тебе будет легче. А красота, ну, на вкус и цвет товарища нет. Поэтому кто-то будет восхищаться твоей красотой. Более того, если мы сейчас перейдем ко второй половине этого вопроса, мы должны понять, в чем же все-таки красота. Если мы позволим Духу Божьему, вот то, что читал брат Леня, изменить нашу внутренность, мы по-другому будем смотреть на эти вопросы. Сложно разобраться, что же все-таки допустимо. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в этом вопросе придерживались как бы того, что нас касается. Mind our own business, for the most part. Вот то, что меня касается. А то, что других, ну, не меня судить во многих этих вопросах, и мои стандарты не могут не подойти к вам. Поэтому мы должны снисходить. То, что мы сегодня уже слышали, мы должны понимать, конечно, если это ведет ко греховному чему-то. И я понимаю, почему как бы вносятся вот такие вот, ну, запросы или стандарты, которые у нас, особенно у славян есть. Это все понятно, но нам не должно, нельзя утерять самое главное, братья и сестры, потому что мы очень часто становимся судьями с худыми мыслями. Мы других людей судим за что-то. Вот они отдели. Как это можно? А мы делаем подобное. И я хочу, чтобы вы были сегодня честны. Я не говорю это к тому, чтобы осудить кого-то. Когда мы одеваем часы на руку, золотые или еще что-то. Ну, чем это отличается от сережек, скажем? Принцип тот же. Или когда ты одеваешь брошь на волосы, она вся блестит. Это же украшение. Или прическу, приколку, брошку сюда, платье какое-нибудь особенное. Или косыночку даже, чтобы она блестела. Все, чтобы оно было красиво, чтобы было... И твой наряд в году ни разу не повторится. И потом я буду судить другого человека, потому что он поступает не так, как я считаю. Я считаю, это двойные стандарты. Это неправильно. Я не к тому, чтобы сейчас возбудить вас какое-то негодование, но чтобы мы понимали, братья и сестры. Вопрос лично каждого, во-первых. И цель главная, чтобы не было влияния мира. Поэтому, если Дух Святой тебя осуждает, совесть твоя, поправься. Поправься. И все. И будь красивым. А сейчас я хотел бы, чтобы мы прочитали все-таки же, ну вот, что же такое красота. И вот здесь апостол Петр, в третьей главе, он говорит такие слова. Чтобы не было нарядной одежды, уборы, хотя это всегда было, и это всегда будет. Я не думаю, что здесь конкретно стоит какой-то конкретный определенный запрет. Говорится о том, что был правильный приоритет. И вот посмотрите, четвертый стих. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, нетленная красота, та красота, которая внутри тебя, она никогда не ислеит. Тело будет стареть, появляются морщинки, волоса будут выпадать, ты будешь толстеть, может быть, худеть, или еще что-то. Это все временное, нетленная красота кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям. Ты сегодня носишь на голове знак послушания мужу, но послушен ли ты мужу? Ты, может быть, сегодня муж, ты глава семьи, но отдаешь ли ты себя для своей жены, так как Христос отдал для Бога? Вопрос, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы не позволили этим вещам потерять смысл. Тимофею я опять прочитаю в этой же главе, смотрите. «И желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестным». Вы знаете, к сожалению, внутреннее преображение его трудно показать. И поэтому очень часто получается, что люди, которые, от частности и я, которые какой-то имеют influence, влияние, мы себя, как бы, мы допускаем такие мысли и говорим, ну, хоть вид приличный будет, сережек нету, того нету, и вроде как бы, и уже как бы, зато хоть мы сохранили свою культуру, и это уже неплохо. может быть, если только вопрос об этом идет, но мы говорим о том, почему Христос умер. Он не умер, просто чтобы мы были чуть-чуть лучше, чем этот мир. Он умер для того, чтобы мы изменились, чтобы мы преобразились, а чтобы это не было просто внешнее, чтобы вся твоя естество, каждая твоя клеточка, она была подчиненной ему, где нету места греху. С грехом вопрос покончен. Нам ничего нету общего со грехом. Если в твою жизнь начинает приходить грех, исповедуй его, выноси его во свет. Это не для нас, братья и сестры. Христос умер не для того, чтобы мы просто приняли какой-то вид, чтобы мы жили для Него. Эфесянам 4 глава, 20 стих. Мы будем молиться. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно во Христе Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу, когда мы позволяем влияние этого мира входить в нашу жизнь, будь это наша внешность, будь это наши позешин, или еще что-то. Мы даем место дьяволу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились перед Господом и искренне попросили, Господь, не размениваем ли мы то, что Ты нам дал? Он нам дал жизнь вечную, Его обетование. Не размениваем ли мы просто на вид... Еще один момент я упустил. Вы знаете, когда мы соглашаемся, хотя бы вот внешне, один такой пример из Библии, когда Бог дал очень плачевный вывод состоянию человека. Когда Самуил пришел и сказал Саулу, Бог исторг царство из руки Твоей. Когда Бог уже не слышал молитвы Самуила, что делает Саул? Вместо того, чтобы тут же плакать, и говорит, Господь, ну, нет! Бог просто отрек его. Вместо того, чтобы сокрушаться, говорит, нет. Он сказал, почти меня пред людьми, ну, хоть бы вид сохранить, да не будет этого между нами. Пускай Господь Духом Святым сегодня поменяет нас и сделает те изменения, чтобы мы на самом деле, братья и сестры, были красивыми. И наша красота, прежде всего, это наша внутренность, это наше познание Бога, познание истины. Будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok